Здарова тебе, дорогой мой дружище! Мы с тобой сейчас посмотрим на SkyVanger мод от Кайзера, который сейчас находится в стадии бета-тестирования. Бета-тестеры честно его проверили и сказали, что всё окей, всё работает, всё здорово. Он мне оставил пару скриншотов, по которым можно понять, где находится скриптовая дверь, которая телепортирует нас в особенное место. Ты готов? Давай! Заставки также будут сделаны в финале Мерси-игры, пока их нет. Миссии 2. Точка Лагранжа. Подойдёк телефон. Страшно-то как, ё-моё. Ладно, терпение. Так, то что ты слушаешь хорошо, давай. Так, я немножко не понял, почему не слышно. Ну-ка, если речь погромче. Один хрен как-то ни хера. Отряд тех, кем не жалко пожертвовать. Однако сейчас же всё сложнее. О чём вы говорите, святой отец? Я не совсем понимаю вас. Зонды, которых ты уничтожил на кладбище, были всего лишь застрельщиками. Командой смертников. Князю дьмы их не жалко. Если потребуется новое, к его услугам тысячи других кладбища. А уж поднять покойника из могилы, поверь, ему это как расплюнуть. То есть вы хотите сказать, что на кладбище была просто разведка боев? Да. Судя по всему, так и не есть. Сегодня вечером для меня дошли слухи, что на заброшенной стройке в Хобоке появился отряд призраков. Ага, ага. Это разведчики. Ребята, почему курим-то? Они собираются в свою информацию. Но самое главное, подготавливают кладбарм, где выступают завтра. Где произойдет удар, пока остается только гадать. На данный момент наша удача из любезтих призраков, которые прозвались в наш мир. Призраков и бомбисов. Бежать на стройку и проверить там все. Только будь осторожен. Призраки обычно невидимы, пока ты не подойдешь к ним. Ну, слишком близко. Они передвигаются намного быстрее зомби. Кроме того, есть категория призраков-бомбисов. Они всегда остаются негдемные. Но при приближении к ним слишком близко любого живого существа, они выкачивают из него всю жизненную силу. Их тоже можно уничтожить. Но стрелять скорее всего не придется в украшение. И самое главное, можно их убить. Если все равно остается в поле. И продолжать не ходить. И продолжать не ходить. Конечно, не стоит там слишком долго. Да, да, да. А что это за такие призраки Бомбисы? Откуда они появились? Интересно. Ну, в Библии Сатаны сказано, что это душа грешников. И не просто грешников, а людей, которые покончили жизнь самоубийством. Как ты знаешь, таких людей даже не хоронят на общественном кладбище. В общем, не будем так являться. Я уже выезжаю. О, ни хрена себе. Все, конечно, здорово. Одного человека слышно довольно тихо. Другого слышно хорошо. Перебивают вот эти звуки. Плач младенца. Гавканье. Блин, вот этот поезд проезжающий. Не хватает места снаряжения. Мне, собственно, это не очень нужно. Томпсон. Есть культ. Смитвес. На бриз дробовика. За глаза хватит всего этого. Я очень надеюсь на то, что тебе было слышно и первого, и второго оратора так же хорошо, как и мне. Так. Ну, собственно, ладно. Пойдем на стройку. Будем убивать призраков. А ты знаешь, уже атмосфера модно меня так потихонечку давит. Ни одного живого человека. Ни одного транспорта. Все трамвай стоят. Сука. Вот это сейчас вот прям пробрало. Кто-то чует мою кровь. А на ней я невкусный. Ayarnis. Дай... Пусть... невкуси Авенись... охереть можно... я понял где ты я понял где ты он сдох он сдох так там было сказано что нельзя стоять на этом месте потому что тут даже после смерти этого вампира будет в сосуде жизнь это прям это прям настолько круто что я даже не знаю что и сказать вот такого вот я не ожидал я думал что ну просто здрасьте блин братан знаешь вот хорошо наверно что еще от без вебки потому что выйдем мою рожу удивленную вот такого я точно не ожидал честное слово так ну что началось с начала вот гараж у нас есть и вот эта классная машинка болдхерс катафалка с гробом на крыше отлично ну на этом у катафалки мы можем доехать без особых проблем но опять же людей машин никого нету есть только призраки которые хотят той смерти и приблизительно два призрака вампира которые хотят твоей смерти да плюс еще ко всему прочему хотят высосать у тебя кровь до капли к жуть давай джон соберись тебе не страшно ты приблизительно знаешь где не находится вернись Я всё понимаю, ну на хрена так пугать-то, а? Блин, где же второй-то, а? Так, отлично. Второго мы тоже причучили. Ставил прямо возле этих брёвен и усывался надо мной. Ой, Джонс, как ты ещё раз сутками затронулся, а? Так, ну, хера вы вурдалаки, давайте нападайте. Тоже мне невидимки с ножичками. Органов моих хотите, да? Ну давайте, попробуйте достать. У меня ещё целый арсенал военный вообще-то запазовый. Вы думаете, вы меня напугали, да? Нет, ваши уже предводители-круасосы сосут в воду. Кетчуп. И не Хайнс. А! Тварь-то такая мерзкая. Как трофей возьму. Так. Ну, по-видимому, я всё-таки кровососов-то всех убил. Поэтому, видимо, мне нужно отбивать атаки привидений, которые вот тут захватили стройку под свой контроль. Сатану призвать хотите, твари? Нет, не дам я вам такой возможности. Не надо, у нас тесно для мёртвых. На Марс лучше идите. Там вам гораздо веселее будет. Я выпущу твои рюшки. Я здесь. Джон, соберись. Они просто тебя запугивают. Они ничего не смогут сделать. Ты же крутой убийца нечисти. Так, я не провалюсь тут никуда, да? Так. Давай. Ну же, где вы, твари? Я чувствую вас. Прям пахнет от вас настойкой моей. О! Так. Я прям чувствую себя увереннее и увереннее. Я даже не перезаряжаюсь. У меня всего лишь один Матрон. И что, это всё? Как я могу догадаться, всё ли не всё? Так, в автомобиле можно послушать музыку. Включение и выключение происходит при нажатии на клавишу вручную тормоз. Это всё здорово, конечно. Задание-то мне какое. Я всех же убил? Я просто испугался. И что там меня на меня атаковать? Это все. Это таки все. Рабочие? Машин сразу поехали. Это как так? Почему? Езжайте домой. Фух, блин. Впечатлений, конечно, мне хватило. На одну миссию это просто вообще невероятно. Эти кровососущие вампиры, которые просто стоят и сосут, и сосут просто из тебя. Вот как твой работодатель. Прям. Или твой препод. Или учитель. А, страсти какие. Так, ну чисто теоретически я теперь смогу сменить машину, но нет. Всё-таки на Болтхёрсе атмосферненько. Сейчас спокойно. Да, едем с тобой до дома. Уже совсем не страшно, потому что вот гангстеры едут тут. Мирные жители ходят. Как ни в чём не бывало. Такое ощущение, что у меня просто глюки. Я, может быть, выпил какого-то несвежего чая вьетнамского. Ой. Но это сильно. Вот реально прям сильно. Если это конец второй миссии, то вот на одну миссию даже, несмотря на то, что они коротенькие, прям мне впечатлений хватило. Так что я очень советую посмотреть это прохождение именно вечером. А лучше ночью. И потом не спит ни в коем случае. Так. Сейчас я как обычно. Слава богу, Джон, я зазвонился до тебя. Нет времени объяснять. Срочно, езжай к собору в Таунтауне. Кажется, я понял, где произойдёт нападение. Здесь уже всё в тумане. Всё в тумане. Угу. Я верю. Тут прям всё в тумане. Отец, Джеймс, ты вообще ж-ж-ж-ждурел. Я чуть меня глох. Так, у меня тут трубовик. Помогите! Ооо, да это мясо! Полис М! Вернее, нет, это не СМ, это Сиёшка Морелла. Поли, ну зачем ты? Ну зачем ты так? Она поступает. Нет, СМ тоже есть. Там, зонтик такой, драйвовый, прям. Мне кажется, рассказал, что это не авторская музыка. Это музыка растал человек, который там помогал. И поэтому я и это и не врезаю. Ух ты, блин, вообще биточек-то бьёт. СМ, ах ты, мразь! Ты даже после смерти хочешь мне насолить. Поли, вот видишь, прям пули летят в тебя. Не хочу я убивать своего старого друга. Так. много, да? Святой Отец, не промахивайтесь, пожалуйста. Не повторяйте моих ошибок. Как бы мы туда не попали с тобой. убейте двух генералов ада? Нихера себе! Нихера себе! Какое-то что-то такое вообще! Ты понял, что-то произошло? Что это за гигантские растянутые модельки с большими бошками? Вроде закончил. Да, но будут еще. Они чувствуют. Что чувствуют? Святой Отец. Отец. Они чувствуют, что... Да, дождь, так тихо-то. Не можем помешать Я как раз сидел в своей келье, пытался расшифровать эти древние письмена, написанные еще на заре человечества. Подозреваю, что там кроется разгадка планов Люцифера, а также знания о том, как не дать им проникнуть в этот мир. Но я только в начале пути, поэтому пока не могу сказать большего. Так в этом нападении целью были мы, а не церковь. В этом нападении целью был я. Ты что, особенный, что ли, какой-то? Недаром появились генералы ада. Они видят во мне угрозу. Видимо, Люцифер чувствует, что я могу разгадать его намерение. Что-то я не совсем понимаю, святой отец. Я запутался. Я просто не читал столько чернокнижной литературы, как вы. Богословие не самая моя сильная сторона. Хорошо. Слушай. Как ты знаешь, в зависимости от своих деяний при жизни, человек после смерти попадает либо в рай, либо в ад. В аду правит отец лжи Люцифер. У Всевышнего есть помощники, ангелы. У Люцифера также есть помощники, его генералы. Всего их пятеро Асмодей, Мамон, Бельзеву, Искариот и Алластор. Под их началом Люцифер посылает своей армии штурмовать бастионы света. Самое слабое из них это Искариот, Вильзевол и Алластор. Те двое, что сейчас участвовали в нападении на нас, это Искариот и Алластор. Серьезно? Теперь их осталось трое. Наша задача истребить всех генералов Ада. Мы с выстрела убили генерал Ада. Тогда будет проще добраться до Сатаны. Но уничтожить Сатану к сожалению мы не в силах. Это за гранью наших возможностей и понимания. Ибо мы слишком ничтожны, дабы ловить истинную суть борьбы между добром и злом. А на этом равновесии держится наш мир. То есть уничтожить Сатану мы не в состоянии. Зато можем закрыть ему проход в наш мир. Так? Совершенно верно. Ну я за закрыть ему проход. И не только в наш мир. Пойдем вовнутрь. Там спокойнее. Вот это пауха. закроем проход и все. Ну что дружище я думаю что тебе понравилось вот такая модификация вот такие две миссии дальше они будут дорабатываться миссии будет больше они будут отшлифовываться будет более интересными будет более насыщенными вот я могу высасывали с тебя кровь где нужно было убивать призраков которые на нас ножами нападали вот третья миссия тоже классная под крутую музычку мы уничтожали толпы зомби я это уже видел в зомби инвейджен вот ну тут как-то это более атмосферно что ли выглядит может быть из-за думана вот и музыки скорее всего так оно есть вот и прикольная озвучка здоровская атмосферная интересная все нам рассказали кто такие вообще генералы ада немножко удручило то что эти генералы ада такие хлипенькие и умерли с двух выстрелов помпового ружья вот и выглядели сами по себе как как-то абсурдно нелепо как воздушные шарики что ли вот это вот единственное что мне не понравилось вот остальном классно здорово интересно ждем полную версию я с радостью пройду и покажу тебе все это спасибо дружище до скорых ярчайших встреч пока успехов и удачи тебе